Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра SunGate начинает свою программу сегодня пятница, 18 ноября. В Чикаго 8.30 утра, на западном побережье в Калифорнии, только 6.30 утра, на восточном побережье, это Вашингтон и Нью-Йорк, 9.30 утра и 17.30 в этот час в Москве. И у нас, как всегда, по пятницам в это время ясновидящая экстрасенс, парапсихолог Елена Порецкая. Елена, здравствуйте! Привет, Майкл! Привет, Чикаго! Да, Лен, ну вот такой вопрос обращается к нам люди, я знаю, приходят и на консультации к тебе, вот появляются после наших программ, и все больше в основном приходят люди, которые ищут или считают, что вот какая-то негативная энергия присутствует в них или наводится на них. Вот, расскажи, пожалуйста, об этой негативной энергии что-то такое. Это вот те самые сглазы, с порчей, там, наведы, наведки, не знаю, наводки, как они называются, эзотерическим языком, пожалуйста. Ну, раньше все это называлось сглазы, порчи, привороты, проклятия. Вот, привороты. Да, и прочие воздействия, плохие воздействия, можно так назвать, так как в России сейчас прессингуют эзотерическое направление, и слово эзотерика чуть ли не всегда, иногда подвергается какими-то людьми, особенно в СМИ, гонению, то, соответственно, все это дело, как сглазы порчи, это уже на юмор воспринимается, то есть, ну, как бы, тем более, все-таки, многие люди специально, как бы, могут навесить это, ну, эти слова, и у человека это зарифмуется, он будет об этом думать, и у него, может быть, и все не так. Ну, то есть, кто-то использует это в плюс, снимая негатив, а кто-то в минус, его делая, да, или навешивая того, что чего нет. И в какой-то степени все это перемешалось сейчас в головах россиян, так скажем, и благодаря нашему чудесному СМИ и телевидению, вот, и, естественно, получилась картина, что порча сглаза привороты, все это как-то ушло на второй план, и сейчас везде заменяются слова негативное воздействие, то есть, ну, с одной стороны, это проще, как бы, под негативным воздействием мы понимаем, что у человека есть проблема, да, они могут быть названы порча сглаза приворот проклятия, а может быть, это и психологические проблемы, это также, то есть, они разновидности имеют, да, это медикаментозные проблемы могут быть, также все это сопряжается, опять же, с негативным воздействием людей, среды, экологии той же, да, как-то это все стало такое усредненное слово, негатив, вот, и сейчас это везде позиционируют сайты эзотерического содержания, очень многие пишут негативное воздействие, потому что, ну, как бы считают, что это более научное название порча сглазов и приворотов, хотя на самом деле, я тебе скажу, что слово порча, допустим, это прямое название того, что у человека вдруг пошло что-то не так, это действительно порченый человек, его испортили энергетически, в нем сделали порчу, привели его к минусу, то есть, у него все пошло в плохую сторону, да, сглаз это более легкая форма порчи, это можно подцепить на улице, это можно подцепить где угодно, если человек, ну, этому подвержен, опять же, если человек не умеет защищаться, если человек пропускает влияние среды, то, соответственно, он еще больше этого всего себе нацепляет, плюс, опять же, родовая состоятельность, то есть, насколько род у человека был сильный или слабый, насколько там были предки, которые накосячили, да, и человек в данной реинкарнации отвечает еще и за свой род, в котором он родился, как член рода, вот, вот, также присутствует своя неправота, естественно, когда человек, ну, как вот, я всегда спрашиваю, когда человек приходит, бывает так, что у людей, вот, по жизни все нормально идет нормально, а потом, как будто бы, срезается это нормально, и у человека идет все плохо, ну, опять же, причем, за что человек не берется, да, бывает, что это отработка, то есть, человек в юности, это у кого причинно-следственная связь короткая, кто достаточно осознан, у них обычно быстро происходит момент отработки того, что они кому-то не так сделали, допустим, человек в детстве кого-то высмеивал, кого-то не уважал, кого-то там мог обидеть словом, ну, может быть, кто-то и делом, да, соответственно, потом происходит момент возвратного удара, и человек какой-то промежуток времени отрабатывает все эти минусы, и тут очень важно, но при этом, опять же, присутствует негатив и со стороны на этого человека, то есть, помимо своих отработок, у человека присутствует чужое влияние, где этот негатив усиливается, и при снятии негатива, соответственно, и при объяснении, что надо отработать, да, какие-то моменты, сам человек отрабатывает это, вот, я обязательно даю установки, опять же, после снятия негативных воздействий у людей бывает уход в прошлое, вспоминаются какие-то прошлые моменты, которые человек, допустим, не помнил в повседневной жизни абсолютно, но вдруг начинает вспоминаться, как он там с Васей Пупкиным, или с Петей, или с какой-нибудь Машей, что-то вот они тусили, дружили, кто-то кого-то обидел там в песочнице на уровне удара лопаткой по голове, да, и вот потом вот что-то произошло, цепка событий от этой лопатки привела к громадному конфликту в подростковом возрасте, а дальше люди забыли, но по жизни их это достало, да, то есть таких случаев очень много. Бывает, что мы отрабатываем то, что делали наши родители, ну, то есть, опять же, все мы стереотипно, да, мы рождаемся в тех или иных семьях, и сейчас, как бы, мы больше отражаем свои семьи, нежели даже улицу, то есть, если посмотреть на современных детей, то это просто полная копия той семьи, в которой они родились, либо того сообщества, в котором они воспитываются, да, там детские дома или какие-то еще семейные бывают дома, да, где приемных детей берут и вот воспитывают в одном русле, то там тоже присутствуют вот эти дети, они несут отработку, но, опять же, если в советское время все-таки мы несли нагрузку ментальную от государства очень сильно, мы, как бы, отвечали еще за государственность, да, каждый ребенок, потому что нам это как идеологию кладали в голову, да, на каждом пионерском собрании или чего-то там, то сейчас этого нет абсолютно, государство абстрагировано, в данном случае Россия, да, скорее всего, и в Америке также, вот, в чем-то, и дети предоставлены только тому образу, который они перед собой видят, это семья улиц, семьи друзей, семьи врагов, опять же, да, кого-то люди отрицают, и, соответственно, они копируют полностью путь своих родителей или своих каких-то знакомых, где они, допустим, себя зарифмовали в сознании, ну, зафиксировали, вот, и потом у них так и выкладывается это. Опять же, есть еще одно такое правило, вот тоже я хочу это вывести в систему, если, допустим, у молодой девушки или, ну, давай возьмем молодую девушку, да, в семейной жизни там какие-то были проблемы, и она скопировала себе, допустим, образ там папы, и, не знаю, кто-то дедушки, кто-то еще кого-то, и кто-то знакомого, кто-то второго папы, кто-то соседа, я не знаю, да, и по аналогии у подобной девушки появляется обычно первая любовь, там, вторая, там, и еще какая-то. Так вот, обычно, да, нужно всегда посмотреть, во что вылятся эти отношения, потому что они, опять же, будут по аналогии такие же, как были родительские отношения, или соседские, или еще какие-то. То есть, какой стереотип взял человек за основу построения себе близкого человека другого, да? То есть, вот это тоже очень важно. Ну, как-то так вот. Ну, понятно. Ну, хорошо. Допустим, это существует, и это как-то можно, наверное, определить, правильно? Как вообще человек, который обращается, наверняка ты и другие эксперты, они задают вопросы, а как вы это чувствуете, в чем это проявляется? Ну, я всегда спрашиваю, какова причина вашего визита, потому что, на самом деле, какой вопрос, такой ответ. Бывает, люди приходят познать все, да, там, эзотерика их интересует, соответственно, я в этом русле даю какие-то позиции. При съеме негатива я учитываю особенность человека, к чему он тянется, и открываю какие-то пространственные моменты, понимание эзотерических знаний. Точнее, открываю возможность человека понять это, найти себя в этом даже. Вот. В основе своей многих волнует личная, сейчас многих волнует профессиональная и финансовая часть. Мало кого волнует мировое, мировые какие-то события. Очень многие живут на уровне чисто своих проблем. Нет, ну, это нормально, это естественно. Да, и концентрируется именно на состоянии себя, чтобы было комфортно дома, да, там, у них. Вот. У кого-то нет возможности родить ребенка, и человек приходит, это тоже родовой негатив. Опять же, да, у кого-то проблема в основе своей, это, кстати, идет как негатив на родителях, да, родовой негатив. У кого-то бывают случаи, где человек не может найти себе работу или призвание. Вот. В основе своей я всегда задаю вопрос, что вас беспокоит, с какой проблемой вы пришли, личная, профессиональная, допустим, или финансовая часть. Выпячивают всегда одну проблему. Знаешь, как бывает, мне только посмотреть. Вот эта фраза, она меня просто, знаешь, выбивает иногда. Что такое посмотреть? Вот. Я одно время работала в офисе, прием с улицы, вот человек приходит и вот хочет просто тупо посмотреть, да. Посмотреть, прости, посмотреть, чтобы ты его посмотрела, да? Да. А вот, чтобы я посмотрела человека. Да, правильно, но человек, может, этого не знает. Мне кажется, это нормальный вопрос, посмотреть. Да. Он сам не разбирается в этих вещах. Что-то происходит, а он не понимает, что. Согласна, но, понимаешь, ну, посмотрела я, а, допустим, у человека выпадает порча насмерть, там, от какой-то бабки с соседнего подъезда, сделанной ему с детства. А у человека все рушится, понимаешь, да, и чего? Я человеку начинаю объяснять, что вам нужно, соответственно, прийти на сеанс снятия негатива. И, понимаешь, люди мне говорят, вот если, допустим, не снимать, там, так как все любят считать деньги и боятся, что что-то с них возьмут лишнее, как будет? Я говорю, если не снимать, то будет фатальная ситуация и может быть то, чего нельзя обратить. Если снять негатив, то, в принципе, вы выйдете на тот уровень, который у вас был до вот этого падения, да. Хотя бы. Вот. В итоге, значит, ну, я тебе скажу, 50% специалисту, там, естественно, также говорят ему то, что я сказала, накручивают больше. Либо человек так и остается вот в этом состоянии выбора, и в итоге может быть даже фатальный случай. У меня, кстати, был такой прецедент. В каком плане? Потому что я всегда всех предупреждаю. Если я работаю с человеком, то я работаю. Вот эта сеанса, посеансовая система, она в чем важна? Там промежутки достаточно большие, сеансы недорогие. То есть человек всегда может обратиться и подкорректировать ситуацию, чтобы вовремя убрать то, что вылезло из прошлого. Не все сразу снимается. Вот. И у меня был случай, женщина, просто посмотреть вот это вот, да. Ну, решила. Я человеку сказала, что у нее то-то, все-то, пятое, десятое. Это было в 14-м, по-моему, году. Буквально в этом году, ну, я объяснила человеку, что надо снимать это, потому что иначе будет проблема, да. Причем, по-моему, даже, я сейчас вспоминаю этого человека, я ей предсказала, вот в чем дело. Даже вот так вот как-то было. В итоге, в этом году у нее происходит фатальный случай, у человека инсульт. Поработала бывшая жена человека. Я сначала не поняла, человек мне спрашивает, что делать, вот он лежит там в коме, как быть. Ну, вообще, понимаешь, да, я как парапсихолог тоже не имею права кидаться во все эти проблемы и брать на себя керамическую ответственность какую-то, да. Я ей пишу, звоните, я с вами, ну, поработаю. Человек мне, естественно, не перезвонил, либо не было возможности, либо еще что-то, да. Потом все-таки этот ее друг, ну, муж умер, они даже не расписались, не успели. В итоге человек остался ни с чем. И в итоге получилось, она мне позвонила, когда я ей сказала, ну, я даже ей написала, ну, почему вы год назад не обратились, когда я вам говорила, что это надо снимать. Почему, понимаешь, вот меня вот это просто потрясает. И я сейчас просто работаю как? Я просматриваю ситуацию, просматриваю близких, да. Да, я всегда прошу принести фотографии родовые, да, то есть родителей, там, супруги, сколько их там бывает, да, несколько, там, детей. Бывает, что приносят бывших партнеров своих, там, мужей или жен. Вот, и я всегда снимаю, в комплексе работаю с несколькими членами семьи обычно. Потом я снимаю негатив, соответственно, настолько, насколько вот я увидела на данном сеансе. Бывает, что я отливаю на воски и, соответственно, ввожу, то есть негатив на воск еще дополнительно, либо выкатываю на яйцо, то есть человек приносит с собой яйцо куриное. Вот, и потом уже делаю расклад на будущее, меняя в сознании человека программу, которую ему заложили этим негативом, понимаешь? То есть это целая система. Лен, я понимаю, мы чуть перейдем вот к практикам снятия негатива, у каждого свои практики, но вот одну реплику по поводу того, что человек, конечно же, не перезвонил. Ну, мы же знаем, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Это же не наука, как люди говорят, а ты мне докажи, а где статистика и так далее. То есть люди просто не верят, не понимают, о чем идет речь, и, соответственным образом, как всегда у нас в головах, у нас же не позитивная вещь, у нас же все как-то почему-то мы думаем негативно. А, значит, это шарлатаны. А, ну, если не получилось, шарлатан. То есть, вот можете представить, сейчас, секундочку, я сейчас закончу. Можете представить, допустим, всемирно известный человек, которого зовут Джон от Бога, Джан оф Гад, куда мы ездим. К нему приехало за 45 лет работы в госпитале, а вообще он исцеляет 55 лет. К нему приехало где-то более 30 миллионов человек. Причем подавляющее большинство людей, приезжающих туда, это смертельно больные люди. И туда приезжают люди, те, которым уже медицина отказала в лечении. И 3 миллиона, тем не менее, по статистике он вылечил. Но 27 он не вылечил. То есть, статистика не в пользу. Но мы же понимаем, даже я понимаю, а ты тем более понимаешь, что тут очень много факторов, влияющих на это. Это кармические факторы, это как человек сам себя ведет и так далее. И это же не механический какой-то там деталь, которую вот вставил в компьютеры, вынул, и все компьютеры заработали, поскольку это как-то так, в общем-то, все одинаковые. Но мы же все разные люди, понятно, да? Так вот, его называли и продолжают называть шарлатаном. Нет, но тут понимаешь, тут он работает с медицинскими диагнозами, это естественно существует. Нет, он не медик, он не работает с медицинскими диагнозами вообще никак. Это люди к нему обращаются. У меня нет медицинского диагноза. Я приехал туда, ну просто приехал туда со своими какими-то вопросами. У меня нет вопросов показать на здоровье. Тем не менее, все люди, которые приезжают, все вопросы решаются, у всех разные вопросы. Кто-то хочет открыть свои экстрасенсорные способности, кто-то хочет, так сказать, улучшить отношения и так далее. У всех все вопросы. Там совсем другой уровень. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о людях, которые, как они относятся к этим вещам. Это их право так относиться, а вот только и всего. Нет, да, я согласна. Дело в том, что в случае с моей вот этой клиенткой, которая, понимаешь, как бы люди, бывает, что негатив, сделанный на человека, а там была оппозиция такая, не дает человеку дозвониться, прийти к специалисту, чтобы почиститься. А бывает, что человек просто, вот система безопасности у него так устроена, что он не думает, как мне человек написал, все же было хорошо. Понимаешь, то есть люди думают, что вот если наладилось, то все, но не бывает равновесия. Всегда есть какие-то волны у людей. И как бы задача специалиста, эзотерика, сделать, чтобы эти волны не были такими глубокими, когда вниз летит, да, что-то. То есть все-таки, чтобы подъемы и перепады были более гармоничные, чтобы это не ломало, а развивало. Потому что не бывает идеально, что человек живет, и все у него там офигительно, да, там. Всегда бывают какие-то перепады настроения, бывают перепады сомнений какие-то. То есть все люди абсолютно разные. И, естественно, на каждого человека нельзя сделать, как это называется, общую схему вытаскивания из негатива. Каждому нужно свой подход. Кому-то, допустим, кстати, дается визуализация вот этой серебристой оздоровительной практики медитации легко, а кто-то не может себе представить, как это сквозь него проходит, потому что он настолько предметен, что он только дыхание сквозь себя может проводить. И у меня даже на сеансах всегда стоит чайник. Сейчас вот опять пришлось чайник поставить. Раньше самовар был, я показывала, говорила, вот это серебристый цвет. Вы должны его представить, что он сквозь вас проходит. Не каждый это может абсолютно. И, естественно, у кого-то, понимаешь, еще вера слабая, у кого-то тоже от веры зависит. Вообще, когда человек сконцентрирован в каком-то желании, допустим, выйти из тупика, восстановиться, добиться чего-то, то ему все идет навстречу. И все обычно какие-то предсказания даже у таких людей сбываются очень колоссально быстро. Но опять же, потом человек все равно расслабляется, получив желаемое. И опять входит в фазу равновесия. То есть все вроде ровненько. И вот здесь, так как мы приходим в эту жизнь учиться чему-то, все равно происходят ситуации какие-то, которые еще недосняты, недоосознанные этим человеком. Что-то с прошлой жизни пришло. С каким-то партнером, я не знаю, может быть, по бизнесу, по браку или еще как-то. И все это, просто при снятии негатива, все вот это отрабатывается более легче. Человек начинает больше понимать. Он меньше начинает паниковать. И меньше сам позиционировать или, как это сказать, материализовать какие-то плохие вещи вокруг себя. Я понял. Лен, ну вот приходит человек, и ты что, как-то смотришь на него, соединяешься с ним, особенно если мы говорим о том, что общение идет через интернет. Вот мы общаемся по интернету. Ну, у меня, допустим... Просто, да. Я обычно просто, опять же, основываясь на все-таки на просьбе клиента, что человека беспокоит, мы опять же возвращаемся к этому. То есть я не проявляю свои инициативы и не говорю, что у человека излишне что-то. Я прежде всего спрашиваю, что волнует человека. И уже исходя из вопроса, я работаю с каждым человеком. Да, я просматриваю. У меня бывает так, что я могу в контакте с кем-то переписываться и начать описывать состояние человека. Бывает, что так не бывает, потому что я не подключаюсь к этому человеку, а просто пишусь. Бывает, что на сеансах я просто выделяю специально время и концентрируюсь уже на конкретной ситуации, на конкретном человеке. В этот момент я ни о чем другом не думаю. То есть в этот момент меня нет для определенного количества людей. Я отсутствую. То есть я присутствую только в точке работы с человеком. Как бы идет соединение меня и этого человека. Почему, кстати, я опять же не работаю со звонка, чтобы мне человек позвонил, допустим. И вот бывает раньше, как было, там звонит и начинает спрашивать. И я начинала консультировать. Сейчас я так не работаю, потому что обычно бывает и после звонка сразу налаживается у человека. Я работаю только по сеансово и только выделяю для этого специальное время. То есть как бы все остальное время я отдаю себе, своим близким, своим наработкам, творчеству. Потому что очистки себя, кстати, тоже это очень важно. Иначе можно просто перегореть. Я понял. Лен, ну это твои личные, скажем так, наработки. Это твоя личная методика твоей работы. Но, тем не менее, вот человек позвонил. Есть ли у тебя по ассоциациям или он позвонил по телефону, или он позвонил по скайпу, допустим. Ну, визуальный контакт, чтобы был. И, понятно, ты ждешь, когда он задаст вопрос. Но, тем не менее, вот он позвонил. Есть ли у тебя ощущение персонально о том, что что-то уже где-то с ним не в порядке, с этим человеком? Ну, понимаешь, звонят очень большое количество людей. Не все же. Кто-то... Я просто... Для начала я разговариваю с человеком. Потом уже я анализирую содержимое. То есть, что у него не так. Я понял. Говорю по телевизору, да. Я понял. Ну, чтобы упростить, так скажем, или показать конкретно, что я хочу спросить. Вот я. Я люблю быть подопытным кроликом. Я не боюсь никаких экспериментов, в том числе над собой. И сам их провожу, кстати. Есть ли во мне... Причем есть подоплека этого вопроса у меня есть, действительно. А есть ли во мне какой-то... Присутствует ли во мне сейчас какой-то негатив? То есть, был человек, который как бы вот с моей точки зрения, будем говорить так, легко. И просто не пожелал мне хорошего, будем так говорить. Ну, у тебя он более поверхностный. То есть, ты все-таки умеешь к себе его не цеплять. То есть, ты более осознанный человек. И у тебя такой некий панцирь присутствует. Ну, единственное, что физическое тело может страдать при подобном нарушении. То есть, если тебе что-то кто-то пожелает, да. Вот, в частности, как у тебя в данном случае женщина, по-моему, пожелала, да. Ну, она не пожелала, она, может, и не знаю, может, и пожелала, может, предположила, не имея значения. Ну, неважно. Суть, что... Ну, мир дуальный, знаете. У тебя это зависает на уровне информации. То есть, у тебя получается, что ты вот осознал то, что тебе человек сказал, вот, нехорошее. И у тебя это зависело на уровне информации, у тебя это может вылиться в головную боль, в усталость, депрессию. Но потом ты либо кто-то тебе снимет там, либо ты сам, кстати, можешь вполне вдруг абстрагироваться, опять же, от этой ситуации, которая тебе то, что сказали, и информация останется с тем человеком плохая. Там, пожелание какое-то. Просто единственное, что ты иногда эмоционально, в данном случае, вот сейчас мы возьмем эту ситуацию, ты просто... Нет, ну ты, Лен, я прошу прощения, ты видишь вообще, это не потому, что я рассказываю и говорю об этом, видишь ли ты по ассоциациям во мне или не видишь вообще? Нет, я вижу, вот я тебе говорю, что я вижу, то есть, ты перебил, вот я говорю, что тебе сейчас я вижу. То есть, у тебя, по сути, получается, что этот негатив зависает на уровне твоей ментальности, твоего осознания сказанного, то есть, допустим, и ты начинаешь все равно это прокручивать у себя, понимаешь, что за счет этого у тебя может возникать именно проблема на уровне физического тела. Ну, в частности, голова, потому что ты очень много думаешь, соответственно, у тебя вот ментально синяя чакра, да, вот это вот очень развита. Соответственно, вот эти пробои, они у тебя присутствуют, кстати, периодически, между прочим. А периодические пробои... У тебя это давно идет, у тебя это идет, в принципе, наверное, с юности где-то, вот это состояние, вот негатив как бы со стороны позвоночника, получается, либо вслед кинутая фраза, либо какой-то вот как удар сзади, негатив сзади какой-то, как за спиной негатив, я такие вещи называю, когда тебе, ну, как бы, может быть, сказано было что-то, и это тебе дало болезненное восприятие там, и у тебя вот какой-то сбой произошел от человека, который тебя ударил как бы сзади энергетически. Я понял. Значит, выход из этого, из этой ситуации, не обращать на это внимания, самый простой выход, но тем не менее, есть люди, которые просто не обращать, ну, я как бы, может быть, и могу действительно сам, но есть люди, которые, допустим, этого не могут, они этого не понимают, как в этом случае тогда помогаешь им ты? Ну, я просто объясняю, во-первых, откуда, да, и в какой плоскости был сделан негатив. Единственное, что я не называю людей, кто делал, почему, потому что у меня были случаи, люди все разные, бывают неадекватные, понимаешь, как бы, я всегда снимаю негатив безадресно на тех, от кого он шел, потому что бывает, что у человека скомпонован негатив от троих, или четверых недоброжелателей, и, соответственно, ошибочно будет идти там битые бить одного недоброжелателя, пусть он тогда четверых, да, то есть, соответственно, я не называю, кто от кого и что, я просто снимаю негатив, чтобы, как бы, тут мы уповаем на волю богов, да, которые сами распределят каждому то, чего те сделали этому человеку, то есть тут существует, вот эта система, она дает возможность не завязываться потом этому клиенту, да, человеку, который к нам пришел, с теми, кто ему сделал негатив. Единственное, что, кстати, бывает такая тоже ситуация, сейчас тоже приведу пример, есть люди, как бы, доноры, да, есть люди-вампиры, есть люди, которые больше берут, а есть и такие, и те, и другие в одном флаконе, да, соответственно, вот, есть такие люди, вот, очень негативные, которые привыкли только брать, и самое страшное, что когда такому человеку ты что-то не даешь, что он начинает еще и проклинать там, и желать что-то. Обычно бывает, что эти люди экстрасенсорно, эзотерически даже развиты, но, к сожалению, не умны, да, потому что вот такими вещами эти люди сами себе делают блоки, и потом все, что им сказано, будет просто возвращаться, соответственно, да, вот, очень трудно, допустим, да, обычному человеку разглядеть это, потому что сказанная бабка какое-то проклятие на уровне, там, двора, ну, никто всерьез не воспримет, а то, что через какое-то время будут происходить цепи событий, которые будут связаны со сказанными словами, это сто процентов, но вспомнит ли этот человек, что ему кто-то это сказал, понимаешь, вот, еще тоже, как бы, получается, что мы все-таки учимся за счет наших недоброжелателей, да, возьмем все-таки это тоже, как это мой второй отец всегда говорит, благодарю, выпьем за врагов наших, иначе бы мы не стали теми, какими мы стали сейчас, вот, но в любом случае все равно лучше всегда абстрагировать от себя, то есть если вы почувствовали, там, допустим, что вам что-то сказали, или просто вот сейчас очень люди экстрасенсорны, просто неприятное ощущение пошло в толпе или на работе, я не знаю, в офисном здании, там, среди людей на улице, прежде всего проанализируйте, от кого оно вдруг могло пойти, вы почувствуете это, и постарайтесь не брать себе то, что человек вам навесил, а как бы оставить это с ним, мысленно просто абстрагировавшись от этого плохого ощущения, сказанного слова, не надо умуссировать на уровне эмоций, как же там так этот человек может, или как же он не может, вот эти человеческие отношения в этом факте не работают, вот, если человек вам что-то навесил плохое, или написал, или сказал гадость, да, то бесполезно с ним обсуждать моральные и этические стороны этого вопроса, да, как же он мог, он может быть завистью исходит к вам, у меня, кстати, недавно такой случай был, после сеанса снятия негатива, я обнаружила в сети предсказание в мой адрес от моего бывшего супруга, который меня просто попытался облить грязью, и я сейчас... Ну, наверное, нет, Лен, наверное, я прошу прощения, прерывая, наверное, нет смысла конкретных людей каких-то указывать, мы говорим абстрактно, мы говорим вот какие-то вещи, не привязанные к кому-то или к чему-то, да. Слушай, я сейчас именно преду, который важен в понимании, достаточно сильные, когда эзотерические вещи человек говорит, и если он еще и не прав, то, по сути, такие вещи при снятии, они уйдут тому человеку, кто сказал, вот в чем дело, и здесь, опять же, все равно вы должны немножечко абстрагироваться, то есть, ну, это если кто как может, бывает, люди не могут абстрагироваться, подравшись с соседкой или еще что-то, они будут всю жизнь это переживать. Еще, кстати, негатив бывает, идет с самого детства. Если мы сейчас посмотрим очень многие взрослые ситуации у людей, и при съеме негатива я всегда смотрю вглубь, то есть я всегда смотрю, что происходило внутри, в детстве, да, и первичные негативы я всегда снимаю либо с родителей, то, что я увидела, да, на данный сеанс, либо параллельно я снимаю также негатив, который был опорной точкой в сознании человека, дальнейшего притяжения такого же негатива, только с большей силой, да, то есть, ну, уровень песочницы, да, и вот я уже тогда работаю, объясняю человеку тоже все эти взаимосвязи, чтобы человек более осознанно подходил к своему развитию, но опять же, кстати, у каждого свое-то, знаешь, нельзя сказать, что все люди прям так задумываются о серьезных вещах, очень многие живут обычно, и некоторым очень сложно вот эти все мировоззренческие практики объяснять, я тогда их просто немножечко упрощаю, то есть я все равно с каждым человеком работаю как вот с его ментальностью, на его уровне понимания, понимаешь? — Понятно. Лен, у нас в плане было, я сейчас хотел бы действительно обратиться к нашим радиослушателям и напомнить о том, что мы беседуем с ясновидящим парапсихологом и экстрасенсом Еленой Порецкой, Россия, и мы беседуем о том, как можно определить негатив, как можно снять негатив, и существует много видов этого негатива. У нас в плане, в принципе, было предусмотрено практики снятия негатива, конкретно у всех разные, понятно, у специалистов и у Лены свои, но, к сожалению, у нас нет времени перейти, мы в следующей программе продолжим, конкретно о практиках, как снимается негатив. Лен, ну, у меня вот такой вопрос, даже два, ну, времени не очень много, поэтому мы, так сказать, более-менее коротко это осветим. Несколько человек обратились после наших программ, конкретно к тебе, и попросили консультации, которым ты им дала. Скажи, есть ли какие-то результаты, ну, понятно, без имен, понятно, без проблем, а вообще просто есть или нет, сколько потребовалось там сеансов, скажем, или нужных сеансов, если можно так, в принципе, там может быть, так это завуалирована какая проблема? Ну, такие глубокие моменты я не могу говорить, а через чем. Не-не-не, не надо, конечно. Просто, ну, вообще, да, в одном случае есть результат, то есть человек себя комфортно очень чувствует, во втором случае, в принципе, тоже, ну, как бы там недавно была, как бы работа, ну, в каких-то случаях, в принципе, я еще работаю с этими людьми, то есть это новые люди для меня, то есть, ну, если брать моих вот клиентов, кто пришел там... Выключите ваш телефон, который жужжит у вас там на всякий случай, а то он в эфире мешает. Да, прошу прощения. Но, кстати, моих клиентов, опять же, при снятии негатива все-таки, все зависит от самого человека, то есть, бывают медикаментозные сложности у людей, да? Вот как вчера у меня был человек, у него сложный случай связан еще с травмой позвоночника. И там, я скажу тебе, очень сложно выводить, потому что, ну, человек абсолютно поражен, то есть, там, поражение на результат полное, да? Человеку чуть ли не смерть, да, даже была как-то. И такие случаи, они выводятся не сразу, то есть, это я с промежутками месяц-два-три делаю сеансы, снимаю на яйцо, отливаю на воски. И там, вот я сейчас, кстати, практику на воске стала делать не один раз, вот я как в сеанс делала, да, вот я просто на себе экспериментировала на этой неделе, ой, на той, или на этой, да, на этой. И в какой-то день я обычно, когда снимаю с себя негатив, я один раз отливала на воске. Кстати, эффект есть, но я теперь стала делать раза три, то есть, с короткими промежутками эту же отливку я делаю раза три. И действительно, по отливке даже видно, как уходит этот негатив, потому что отливка, она все показывает. Давайте мы, да, я прошу прощения, что опять прерываю, давайте мы об этом поговорим более подробно в следующий раз, поскольку сейчас уже вы объясняете технику вашу. Ну, я вопрос был в общем, то есть, вы помогали, вы помогли. У людей, в принципе, меняется состояние в лучшую сторону, но опять же, у каждого по-разному. Нельзя вот, ну, мы не можем все под одну гребенку, у каждого свои особенности, каждый человек по-разному воспринимает сказанный материал. У кого-то быстро что-то происходит там, а у кого-то дольше, понимаешь, поэтому вот так. Я понимаю как раз таки, поэтому я и привел пример Джона от Бога, который находится в Бразилии, к которому приезжает огромное количество людей с разных точек земного шара. Да, действительно, не все понимают, не все воспринимают, не все адекватно относятся к этим вопросам, ну, это все, так сказать, уже внутри нас, как мы, в общем-то, этот вопрос понимаем. Хорошо. Последний вопрос такой, достаточно, скажем, ну, sensitive, чувствительный, возможно. Через какого-то человека, который являлся бы проводником, можно посмотреть другого человека, его состояние, допустим, физическое состояние? Ну, в основе своей так и приходит, приходит посмотреть мужа, брата, жену. Можно сейчас в прямом эфире провести такой эксперимент? Ну, давай попробуем. А кого будем смотреть? Будем смотреть маму моей жены. А, маму твоей жены. Ну, у нее как там вообще по здоровью? Ну, вот человек приходит и обращается к вам и спрашивает. Елена, посмотрите мне вот этого человека. Вы задаете вопрос, а как там со здоровьем? Тогда у него, значит, возникает... Нет, я сейчас... Потому что здоровье у вашей мамы... Ну, у мамы вашей жены... Ну, если я... Вообще-то чисто логически и психологически задавая такой вопрос, понятно, что просто так не спрашиваю. Да. Поэтому, естественно, да. А вот... Да, вот мы этого еще не делали. Вы сейчас взяли в руки шашки. Как зовут маму? Маму зовут Лина. Надо отчество, надо фамилия. Не надо. Не надо в эфире, наверное. Просто Лина. Год рождения, месяц, число примерно. Год рождения... Нет, я знаю точно. Год рождения 2 ноября 1937 год. Лина, да? Лина. Ну, вообще, я тебе скажу, что женщина, она уходила. То есть, которая может в любой момент уйти. Как бы она немножко на пороге своего ухода. Она, ну, по сути, какой-то экстремал. Достаточно волевая женщина, дружелюбная, любит свою семью. Но в какой-то степени она может всех узурпировать, свои силы, характер очень. Вы говорите, а потом я тоже. Дорогие друзья, пока Лина смотрит, тем более интернет у нас замерз, в данный момент тогда я, ну, так сказать, еще раз напомню, это Елена Порецкая, ясновидящая экстрасенс, парапсихолог. И мы не договаривались, и Елена понятия не имеет, кем является мама моей жены, то бишь моя теща. Вот, поэтому, так сказать, это первый такой случай в прямом эфире. То, что вот сейчас мы пытаемся разобраться, как может любой человек, и каким вопросом он может обратиться к экстрасенсу в данном случае. На примере, вот, скажем так, меня и моих родственников. Мы, опять же, к Лине вернемся, да? Да, да, мы о ней спрашиваем, да. Да, поездка была достаточно, вообще, как бы у нее вот поездка недавняя была, ну, как бы, да, нехорошая, и у нее после этой поездки депрессивное состояние. Это вы видите в картах? Да, это я сейчас в картах. Вот, пожалуйста, можно посмотреть, если вам это что-то скажет. Да, и опять же, если кто не верит. В данном случае она немножко всегда себя обманывает, то есть она всегда думает, что все лучше, чем есть на самом деле. То есть она не прислушивается, как бы, к какой-то мужчине, около нее рядом, наверное, это муж. И она не прислушивается, как бы, к чему-то, то есть в своем организме. Она экстрасенсорна, но она не использует так свои способности, чтобы, допустим, себя в чем-то, может быть, она думает, что вот ей все возможно. Почему-то вот у нее такой детский, как это называется, максимализм или юношеский, вот что-то в ней такое присутствует. Ну, в любом случае, как бы, очень амбициозный человек и, в принципе, всегда, как бы, идущий к каким-то своим, вот, что вот у нее загорелось вот внутри, вот, к тому она всегда идет. Но по здоровью она не очень хорошая, она может, в принципе, даже и уйти. То есть она на пороге, как бы, своего какого-то ухода. Причем, в длительное время, я бы сказала, что у нее уже, наверное, лет пять такое состояние предуходное. Ну, бывает, что люди не сразу же уходят, а в течение какого-то времени идет это состояние. Ну, где-то так. Ну, это не очень приятная новость, но... Не-не-не, дело... Новость, естественно, не то, что не очень приятная, она неприятная. Но дело в том, что мы в Сангей-центре, в частности, я лично и все, кто, в общем-то, вокруг, понимают прекрасно, о чем идет речь. И наше, скажем, бренное тело, наш скафандр, наш костюм, он рано или поздно, так сказать, придет в негодность, а то, что внутри, останется. И вот это то, что внутри, оно потом переходит в другое состояние, иными словами, душа, она вечна, и иными словами, это просто уход, это уход. Поэтому мы часто и называем не умер, а ушел. Что такое ушел? Ушел, чтобы вернуться. Нет такого ушел и навсегда. Ну, дай бог всем, кто слушает наши программы, в этом каким-то образом разобраться, этот вопрос понять. Поэтому мы к этому относимся совершенно адекватно и спокойно. На Востоке люди, естественно, когда человек уходит или умирает, как угодно, конечно, никто не танцует, не радуется, но никто и не рвет на себе волосы, и не бьется в истерике. Почему? Потому что все понимают, первое, есть на это причины, время, так сказать, подошло, ну, и это избавление от страданий. Вот, особенно, если человек, естественно, страдает. И по поводу конкретного человека, которого мы сейчас разбирали, ну, могу сказать, без всякого всего, я не люблю, я очень хорошо знаю, что такое карма, и я могу сказать, ну, чуть ли не все 100%, то, что сказала Лена, вообще-то я бы сказал даже 100%, было абсолютно правильно. В частности, действительно была недавно поездка, поездка дальняя в другую страну. Это был отпуск, и там произошло неприятное событие, после чего вот на второй день пребывания в отпуске пришлось вернуться обратно. И, да, это правда, очень амбициозный человек, очень, так сказать, любит, ну, вот, держать в своих руках. И, ну, короче говоря, все то, что описала Елена, абсолютно было правильно. И не знаю, как насчет пять лет, этот человек действительно очень болен, и болен уже на протяжении многих лет. Ну, может быть, действительно, последние пять лет это состояние стало, в общем-то, ухудшаться значительным образом, и держится вот таким... Два человека, я еще спрашивал, обладающие экстраординарными способностями, два человека по этому поводу, абсолютно не знающие, о чем идет речь, оба сказали, ясновидящие, и таролог сказали абсолютно то же самое, то, что сказали вы, ну, какие-то там нюансы есть, то есть, это нормально, это нормально, дорогие друзья, как бы ни было, в общем-то, непонятно, и, опять же, те вещи, о которых идет речь, и отношение к этим вещам самое главное, но, тем не менее, это реальность, и я благодарен Елене Порецкой за то, что она разбирается в этих вопросах, и очень и очень советую тем людям, которые имеют какие-то вопросы, имеют какие-то проблемы, задуматься над этим и не считать, что все у нас шарлатаны, и гадалка это, вот, гадалка это понятно, откуда пошло, это пошло вот от цыган, но цыганы ведь мотивированы только тем, чем в основном в своей массе мотивированы, так сказать, особенно современные, для того, чтобы просто получить денежку, как они говорят, подгласить ручку и так далее, здесь идет речь о том, что на первом месте стоит помощь, ну, помощь – это энергия, это обмен энергиями, поэтому это все стоит деньги, сколько, ну, насколько я знаю, это очень и очень affordable по-английски, то есть это можно позволить себе, короче говоря, потому что речь идет о очень серьезных вещах. Лен, большое спасибо за эту очень интересную программу, мы продолжим ее в следующий раз, и мы поговорим уже о конкретных методах и как они работают, в каких ситуациях. А сейчас разрешите закончить нашу программу, еще раз большое спасибо, тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, те, кто проживает на территории постсоветского пространства, элементарно находят Елену Порецкую, обращаются к ней, если есть такое желание, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ну, а дальше посмотрим, как оно пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok